Каждому из нас не помешает держать свой мозг в тонусе. Хотя кажется, что мозг и так не отдыхает, что он всегда работает. Порой ему необходима разрядка. Вот нет, как раз-таки ему нужна зарядка. Да-да. Гимнастика для ума. И прокачать свой мозг советуют с помощью методики под названием нейробика. Как она работает и насколько сложно ее освоить, узнаем у заслуженного врача Российской Федерации, главного внештатного невролога Департамента здравоохранения Тюменской области, Джины Лебедевой. Джина Ивановна, доброе утро. Ну, нейробика, аэробика. Намек понятен, но мозг это ведь не мышца. Не мышца, ее надо нагружать все равно почему-то. Она и так устала у нас. Зачем это делать? Выдержит? Не треснет голову? Уж точно не треснет, потому что мы пользуемся такой мизерной частью головного мозга, что нам у нас ресурсов огромное количество. У нас в голове содержится более 100 тысяч миллиардов нервных клеток. И каждая из этих клеток отдает огромное количество нейронов, так называемых. И каждая клетка может давать по 200 тысяч нейронов. И наш мозг способен сохранить в памяти информацию за 3 миллиона лет. Ну, перетренироваться нельзя, в общем, да? Никак нельзя. Только можно тренировать. И в чём же суть как раз вот этой нейробики? За счёт чего позитивный эффект достигается? Раньше считалось, что у нас, когда отмирают нервные клетки, они не восстанавливаются. И только в 1998 году, это в прошлом веке, американский учёный Ларенс Кац доказал, что нервные клетки восстанавливаются, и их можно развивать не только в возрасте 13-14 лет, это в пубертатном возрасте, да, и в детском, а можно ещё в взрослом возрасте. Даже так? Потому что, да, потому что, когда наступает снижение памяти, вот знаете, болезнь Асгеймера, деменция, когда ухудшается память, и все думают, что это связано именно с разрушением нервных клеток. С возрастом, да, связано. Да, а на самом деле это связано с истошением нервных вот этих нейронов, связей, дендритов. Да, на самом деле это так. И чтобы они постоянно в тонусе были, нам нужно подпитывать именно вот эти связи, нейронные связи нужно подпитывать. Как? Насколько сложна программа тренировок-то? Какие упражнения существуют? Абсолютно несложные тренировки. Ими можно заниматься всегда, в любое время дня и ночи. Абсолютно. И вы нам сегодня расскажете, да? Конечно. Пару приемов, упражнений. Да, давайте. Вы уже готовы? Ну, допустим, вы человек правша, и вы все привыкли делать правой рукой. Поэтому для этого нужно поменять руку и начинать делать все левой рукой. Иногда бывает очень сложно, но можно это делать. А чтобы правая рука не мешала, можно засунуть ее в кармань, привязать, назад задернуть. Вот я вижу зубную щетку. Да, давайте. Вот зубная щетка и зубная паста. Я обычно очищу правой. Правой рукой. А как же вы пасту на нее наносите? А, пасту наношу. Давайте попробуем. Эксперимент. Главное, не запачкай брюк. А давайте попробуем. А попробуйте правую, слева наносите все-таки. Открывать тоже тюбик нужно левой. Левой открываем. А ты открыл правой. Левой рукой открываем тюбик. Подождите, вы хотите, чтобы я наоборот все сделал? Да, да, да. Давайте попробуем. Да, да, чтобы вы делали все левой. Открываем левой рукой, наносим. Так, наносим. Все, и начинаем чистить зубы левой рукой. Все берем. Вот так именно. Это делаем не один раз. Слушайте, ну это неудобно, действительно. Уже сразу неудобно. Слушайте, что вы сосредотачиваетесь, что нужно вот так сделать, вот так открыть, чтобы не запачкать. Начинаешь думать сразу же. Начинаете думать и тренировать свои нейроны. Все ясно. Кофе тоже можно сделать так же наоборот. Так, Дима, давай так же левой рукой. Держите правой чашкой. Хорошо. Я пью всегда вот так. Да, да, правой рукой чашку держите. Да. И меня. Попробуем это сделать со стола прямо взять левой рукой. Левой рукой, конечно. Попробуем это все сделать левой рукой. Но это прям упражнение, да? Это упражнение, да, конечно. Вы берем вот двумя руками, чтобы тут не разлить низко ростолик. И? Держим правой рукой, а левой начинаем пить кофе. Все выпили и кладем. С пастой сложнее было. С пастой. Потому что мы привыкли же правой рукой торт, а левой этот. Что еще? Дальше. Можно монеты, допустим. Что нужно сделать с этими монетами? И вообще советуют, вот можно это и на рабочий стол высыпать, и дома, если вы отдыхаете, распределить вот так кучу монет. Закрыть глаза и попробовать по номиналу, по номиналу, с закрытыми глазами в определенной кучке. Да, закрываем глазки. А, и нужно определить 10 копеек, да? 10 копеек, 15 копеек кучи. Так, надо не попасть кофе. И такие кучечки собираем. Но только всегда закрытые глаза. Мы не должны подглядывать. А что у нас сейчас происходит в голове? Вот за счет чего? Что начинает тренироваться? Связи нейронные тренируются. Каким образом это происходит? Какой-то дополнительный сигнал они получают, да? Конечно, вы же руками берете, ощущаете. Что происходит? У нас 5 органов чувств. Когда мы делаем непривычные вещи для себя, то мы начинаем тренировать вот эти все органы чувств. Тактильные, осязание, обоняние, слух. Закрыли глаза и подключаются сразу же другие. Мы начинаем руками. Почему говорят? Вот слепые люди, они лучше слышат, да? Они лучше чувствуют руками. Вот азбука Бреля, да? Мы же чувствуем руками. Можно научиться этому. Но для этого, чтобы глаза были закрыты, и мы не видели. И надо себя тренировать. Можно... Мы привыкли... Мы встаем рано утром. Знаете, вот фильм Каменская. Очень такой яркий пример. Когда утром Каменская встает, показывает, как она одевает свои тапочки. Потом идет к микроволновке, там написано, включите, будет пицца. Дальше кофеварка. Включите, будет там этот. Включи, будет сок. Понимаете? И каждое утро она начинает с этого именно. Она так привыкла. А если вот этот стереотип разбить, и чтобы она встала, пошла сперва кофе, допустим, сделала, или в ванну сходила, или потом вернулась, нужно поменять. Это тоже способствует тренировке мозга. То есть мозгу нужно давать такую встряску, новые ощущения, новые впечатления. Да, привычным вещам. Менять маршрут, допустим, ходьбы на ту же самую работу. Конечно, конечно. Осваивать другие дороги, другие улицы. Не, типа, разоптанные. Многим известно, что есть продукты, стимулирующие работу мозга. Вот я где-то слышал, что даже эксперименты со вкусами, с разной едой, с новой едой, ну, не знаю, там... Тоже тренировал? С изменением рациона питания тоже как-то влияет на мозг. Да, все правильно. То есть это нейробика через желудок, получается? Конечно. У нас стенки желудка тоже покрыты огромным количеством нервных клеток, и через разные нервные пути этот импульс идет к головному мозгу. Поэтому, когда мы вкушаем или кушаем, или принимаем другую еду, которая непривычна для нас, мы же на самом деле начинаем пробовать, что же это у нас во рту, на что это похоже этот вкус. И если он доставляет, а может, не доставляет нам радость этот, может такое быть. Конечно, это наш вкус или не наш вкус. Мы это смотрим. Но чем больше мы смотрим, чем больше мы познаем, тем лучше для нас. Это и музыка, и фильмы, и книги. Знаете, вот насчет закрытия глаз. В Москве есть, у меня подруга рассказывала, ресторан в темноте. Как только ты заходишь, тебя официант берет за руку и в полную темноту погружаешься. И она говорит, привычная рыба, она семгу заказывала сама ресторатор в Тюмени. Она говорит, привычная семга, приобрела совершенно другой вкус. Новые ощущения. Абсолютно новые ощущения. И это на самом деле вот такой ресторан существует в Москве и очень популярен. Можно ли в таком случае сказать, что занятие нейробикой не только память улучшает, но и могут повлиять в принципе на качество жизни. В целом, конечно. У нас повышается настроение, работоспособность. Мы более активны становимся. Это вес организма у нас улучшается. Качество жизни у нас определенным образом. Есть еще такой нюанс. Мы привыкли, что утром встаем и кофе пьем. Чаще всего большинство населения. А вот попробуем так, возьму какое-нибудь любое эфирное масло, какие-нибудь запахи, которые вы больше... Или духи какие-то, чем вы любите пользоваться. И утром, как только проснулись на тумбочке, открыто понюхать этот запах. А потом уже пойти кофе. Ну, посмотри, захочется для мамы пить кофе или нет. Ну, хорошо. Делаем вывод. Нейробика уместна всегда и везде. Она сочетается со всем. С музыкой, запахами, едой. Властями нашей жизни. В общем, занимаемся нейробикой. Прокачиваем мозг. Прокачиваем. Хотя бы одно упражнение. Мы сегодня вам их уже показали. Поэтому идете чистить зубы. Запомнили, да? И все делаем левой рукой. Или правой, если вы левша. Джина Ивановна, спасибо вам большое. Всего доброго. Продолжение следует...